Область знаний Лекция на радио Звезда Великий шелковый путь Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев Область знаний Великий шелковый путь сейчас является очевидным брендом И это, кстати, во многом связано с тем, что в Китае сейчас про него очень много говорят Это одна из любимых идей нынешнего руководителя Си Цзиньпина Который, когда в самом начале правления предложил такой очень амбициозный проект постройки системы сухопутных коммуникаций между Китаем и Европой И, соответственно, морских коммуникаций тоже между Востоком и Западом Предложил их не просто так, а как возрождение вот этого, значит, это называется по-китайски и та, и лу, да, пояс и путь Как возрождение вот этой замечательной торговой артерии, которая связывала Восток и Запад в древности и в средние века Давайте разберемся, что у нас, так сказать, тут придумано, а что есть на самом деле Во-первых, надо сказать, что само понятие шелковый путь, которое сейчас всех очень устраивает и в Китае используется так же часто, как и на Западе На самом деле появилось сравнительно недавно, его придумал в конце XIX века такой немецкий географ фон Рихтгофен До того никто так не говорил, хотя, в принципе, некоторые очень ругаются на это название Я считаю, что, в общем, оно, тем не менее, неплохое, но при этом надо, конечно, очень четко понимать Что, в отличие от каких-нибудь там нефтепроводов, это никогда не был действительно путь, ограниченный вот только шелком И хотя действительно шелк на некоторых этапах, особенно в начале, сыграл большую роль в том, что это все достигло тех масштабов, которых достигал Тем не менее, всегда по этому пути и в Китае, и из Китая двигалось огромное количество и товаров, и идей Поэтому далеко не только в шелке, значит, величие этой трассы Сама ситуация, которую мы с вами говорим, стала возможной прежде всего в силу географических причин Дело в том, что всякий экзотизм Китая и какие-то вещи, которые есть только в Китае или были только в Китае, больше нигде не были Связаны не столько с тем, что китайцы там как-то сильно берегли свои секреты, как раз чаще всего они этого не делали Только с тем, что Китай, Восточная Азия довольно сильно изолирована от остальной части Евразии На севере, так сказать, это степи и всякая дальше тайга На западе, если поюжнее, то это Гималайя и Тибет, через который, ну, вот сейчас построена железная дорога, но это совсем недавно произошло А чуть-чуть посевернее, это пустыня Токламакан, которая относится к числу наиболее недружелюбных пустынь в мире И Китай связан с западом практически только одной трассой, по которому легко идти пешеходу, верблюду и так далее Это так называемый коридор Хэси, который сейчас в основном входит в состав провинции Ганьсу Если вы посмотрите на карту, то провинция Ганьсу, она вот такой коридор, вытянутый с юго-востока на северо-запад Со всех сторон сжатых горными хребтами Когда вы там едете сейчас на поезде, то вы видите с двух сторон просто, значит, эти горные цепи, которые вас сдавливают А потом, когда она открывается, наконец, на северо-западе, этот коридор заканчивается Почти сразу начинается та самая пустыня Токламакан, которую пройти насквозь нельзя даже сейчас Можно обойти либо с юга, либо с севера по цепочкам оазисов, которые там существуют Благодаря тому, что либо с Кунлуня, либо с Тяньшаня стекают весной, значит, всякие паводковые воды Которые наполняют колодцы, речки и так далее, и там, значит, как-то можно жить Видимо, плюс-минус всегда в этих местах этот путь был крайне сжат Потому что он был возможен по очень ограниченным дорогам И именно эта ситуация чисто географическая привела к тому, что этот путь был настолько видный То есть, это была не такая широкая полоса, по которой, возможно, было общение между Востоком и Западом Действительно, иногда прямо узенькая тропочка от оазиса к оазису Мимо шаг в левый, шаг в правый, вы уже никуда не пришли Скорее всего, так было примерно всегда Видимо, по примерно этому пути пришли в Китай, собственно, человек разумный В дальнейшем, скорее всего, именно по этому пути в Китай попали технологии, связанные с колесницами Лошади, овцы, козы, бронза, железо и так далее Но титульное начало всей этой истории действительно связано с шелком И случилось относительно случайно Дело в том, что в середине II века до н.э. в 1941 году в Китае пришел к власти такой император Лючхэ Которым больше знаем как Уди, воинственный император Помимо всяких многочисленных реформ, которые он проводил в стране Он задумал большие войны, там к тому времени на протяжении нескольких десятков лет Китай выплачивал дань северным кочевникам Сюнну И у Ди казалось, что уже, значит, хватит это терпеть Поэтому нужно с этим что-то прекращать Но поскольку уверенности в своих силах не было То было решено поискать союзников В качестве таких союзников предполагалось заинтересовать народ Юэджи Который за несколько десятков лет до того жил совсем на границах Китая Как раз в районе этой провинции Ганьсу Говорили они на каком-то восточно-иранском языке То есть это часть такого скифского мира В какой-то момент они были сюзеренами Сюнну Но потом Сюннуский Шаньюй Маудунь их разгромил Сделал из черепа юэджистского вождя чашу И они бежали куда-то, значит, на северо-запад Соответственно, было снаряжено посольство во главе с таким джанцянем Которым было велено найти этих юэджи И предложить им вместе воевать Сюнну Идея была неплохая, но реализация была так себе Потому что границы Китая заканчивались практически неподалеку от столицы И дальше начинался как раз этот коридор Хэйси Который тогда уже контролировали Сюнну Поэтому посольство пышное Там несколько сотен человек Со всякими бунчуками и так далее Попало в плен примерно сразу Как только перешло границу Было рассеяно куда-то там, значит, продано в рабство А сам джанцянь был увезен на север куда-то нынешней Монголии Где был представлен Шанью И, так сказать, вполне произвел у него приятные впечатления Он его оставил при себе Выдал ему жену И время от времени, значит, с ним беседовал Но понятно, что его свобода передвижения была сильно ограничена И он ждал там порядка 10 лет Пока, значит, у Сюну не случится династические проблемы и прочее И когда от него отвлеклись То он с, значит, женой, сыном И единственным, кто при нем остался Из участников этого изначального посольства Таким пленным Сюну-лучником Ганьфу Они бежали, дошли куда-то до района нынешнего Иссыкуля Где жили племена Усуней И Усуней им рассказали, что да, Юэджи здесь были Наделали много дел Но сейчас ушли туда, значит, южнее Примерно в район современной Ферганской долины И Джан Тянь в итоге Действительно их там обнаружил И прожил там порядка года При этом само посольство оказалось довольно бессмысленным Поскольку Юэджи готовились к вторжению В соседнюю греко-бактрию Которая была совершенно беззащитной Такое самое восточное государство Эллинистического мира И им было совсем неинтересно Спустя 40 лет Идти обратно через пустыню Мстить за обиды каких-то своих, значит, дедов Но при этом Джан Тянь собрал там массу интересной информации С точки зрения китайской книжной традиции Это было как раз время, когда Китай впервые узнал о том Что в мире существуют государства, похожие на него То есть с городами, с чиновниками, с монетами С какой-то правильной системой управления Поскольку до того вроде как древние китайцы искренне считали Что кроме них никого таких больше нету А вокруг живут разные варианты дикарей Но, в общем, вот культурное человеческое государство Возможно только в долине Хуанхэ, значит, плюс-минус Более того, помимо того, что он собрал информацию о землях Вплоть до Восточного Средиземноморья Он с некоторым удивлением обнаружил, что там в Фергане В частности, торгуют китайским шелком И мало того, что он там стоит гораздо дороже, чем в Китае Но еще было непонятно, как он там, значит, появился Потом стало понятно, что появляется он там из-за дани Которую Китай платит Сюн Ну вот на протяжении всех этих десятков лет Часть шелка Сюн утратили на себя А часть продавали, потому что шелк в этом плане Почти идеальный товар Во-первых, его делали только в Китае Причем здесь, видимо, главным секретом было не то, как я уже сказал Что китайцы сохраняли эти секреты Почти в каждом китайском крестьянском доме делали шелк И если бы кто-нибудь пытался технологию украсть То это просто вообще не составило бы никакого труда Дело было, во-первых, в том, что Китай, как я уже сказал Довольно сильно изолирован от остального мира Даже потом, когда, например, шелк уже дошел до Рима То на протяжении многих веков никто не знал его секрета Во многом потому, что для человека с традиционным подходом к ткачеству Предположить, что можно разматывать куколки бабочек И из этого делать ткань Это было слишком сложно для того, чтобы в это всерьез поверить И хотя, как мы с вами знаем, в Средиземноморье тоже, скажем, Изготавливали такую ткань вессон Которая, видимо, делалась из таких жгутиков особого рода моллюсков Которые, значит, вылавливаются в Средиземноморье Но вот на бабочек у них фантазии не хватало Это, видимо, было ключевым моментом Соответственно, он был только в Китае Плюс шелк – это очень хорошая ткань Которая там в ней не заводятся насекомые Она прохладная, приятная к телу и так далее И он занимает очень мало места То есть, большое количество шелка в виде свертка Занимает место ничтожное и легкое Поэтому на одном верблюде можно увезти много-много этой ткани Соответственно, Сюнну это тоже прекрасно поняли И стали значительную часть зданий продавать дальше на Запад И во многом этим обеспечивали благосостояние своей империи Могли экономить на войнах И, значит, часть доходов получать вот таким вот мирным путем Великий шелковый путь Область знаний Джан Тянь, если верить, по крайней мере, этому традиционному нарративу Был примерно первым китайцем Которого в голове зародилась вот эта, значит, великая идея Относительно того, как здорово было бы организовать торговый путь По которому шелк бы отправлялся из Китая на Запад Как можно было бы на этом хорошо зарабатывать А если бы еще удалось бы этот путь до какой-то степени контролировать То и вовсе все заработки были бы замечательные Когда он вернулся обратно Всего он там 13 лет, значит, его не был в стране Он явился к императору Он сумел каким-то образом сохранить верительные бирки Которые были ему выданы во время отъезда Иначе, конечно, просто никто бы, скорее всего, не узнал Потому что давно его считали погибшим То император совсем его не ругал За то, что не удалось сколотить альянс Потому что к тому времени война с Семной И одними китайскими силами шла довольно неплохо Поэтому вот эта титульная задача посольства Уже никого не интересовала А вот информация оказалась удачной Видимо, УДИ или кто-то, кто Непосредственно принимал решение Поскольку касательно УДИ У нас нет уверенности, что это был такой Вот Пётр Первый, который сам придумал все свои реформы Возможно, он был как бы символом деятельности Целой группы сановников Так или иначе, кто-то из них был человеком Который после Джан Тяня Вторым В голове увидел вот этот замечательный образ И даже само направление китайских атак Против Сюнну после этого меняет Если до этого в основном компании шли на севере Где Сюн как раз были находились Основные в нынешних монгольских степях Основные центры Сюнновской державы То после возвращения Джан Тяня у нас существует И несколько кампаний на запад Для того, чтобы поставить под контроль Вот этот Хасистский коридор И даже уже в правлении УДИ Китайские армии доходят до востока Нынешней Ферганской долины Это не значит, что эти территории Оказываются под контролем И даже то, что в Китае называют Западный край, то есть вот эти оазисы Вокруг пустыни Такламакан Они более или менее начинают Слушаться китайских наместников Где-то еще через несколько десятков лет После начала этого процесса Но виден вектор Который меняется с северного на западный Потому что становится понятно Что помимо разгрома Сюнна Могут быть и другие, так сказать, интересные задачи В внешней политике И где-то к рубежу эр И особенно в первом Начале второго века нашей эры Шелковый путь расцветает впервые Это было связано с тем, что где-то на рубеже эр Шелк доходит до Рима И, соответственно, у производителя получается Достойный покупатель И несмотря на все усилия римских моралистов И даже, значит, Тиберия Который пытался запретить мужчинам Носить шелковые одежды Потому что слишком дорого Все эти восточные редкости стоили Римскому бюджету Тем не менее Рим покупает огромное количество тканей И, собственно, путь процветает И первый расцвет шелкового пути Это как раз первые века нашей эры Когда мы не очень понимаем Насколько выгодно это было для самого Китая Но это, очевидно, было исключительно выгодно Для тех, кто на этом пути занимался транзитом Потому что две мировые империи Парфянская империя и Кушанская империя Тогда вообще весь старый свет был поделен между четырьмя Вот Рим, Хань, Кушана и Парфяня Вот Кушана и Парфяня в значительной степени Жили практически на средства, получаемые от транзита шелка Потому что, действительно, выходя из Китая сравнительно дешевой тканью Он к Риму приходил иногда на вес золота Потому что транзитеры там отлично себя чувствовали И, кстати, делали все, чтобы китайский караван Не прошел весь путь с начала до конца Поэтому и Рим про Китай, и китайцы про Рим знали ничтожно мало Поскольку тем, кто был посередине Хотелось сохранять свое исключительное положение Второй период, который связан с расцветом шелкового пути Это VII-VIII века Когда в Китае заканчивается период раздробленности после империи Хань С III по как раз конец VI века И новая империя Тан раздвигает свои границы Опять начинает контролировать территории вокруг Токламакана Хотя шелк к тому времени уже производится, например, и в Византии Но, тем не менее, опять торговля очень активизируется Хотя, видимо, она никогда не прекращалась совсем Это слишком важный и слишком безальтернативный путь Между крупными регионами Поэтому, видимо, он всегда плюс-минус функционировал Но в это время он расцветает дополнительно И, кстати, в это время к сухопутному пути Который во время Нахань практически не имел альтернатив Уже добавляется и морской вариант Потому что в Китае открываются морские гавани Которые начинают довольно активно принимать Арабских и персидских купцов Так что путь этот становится То, что как раз сейчас восстанавливает Си Цзиньпин Уже и с сухопутным, и морским И в дальнейшем, например, когда по ряду причин Сухопутный путь как менее стабильный Становился менее выгодным То торговля переключалась в большей степени На морской И, соответственно, связи между Западом и Востоком Они уже с этого времени не прерывались полностью Последний раз, когда сухопутный путь Активизировался невероятно Это время Монгольской империи Поскольку монголами была создана Исключительно функционирующая система Почтовых станций Где, значит, можно было поменять лошадей И, соответственно, возможность добраться из Китая Куда-нибудь до Поволжья Или до современной Турции Стала вполне реальной И даже не очень рискованной И это также привело К невероятной активизации торговли И, в частности, памятником этого является Например, книга Марка Пола Который дважды по сухопутному пути Доезжал до Китая Потом, пробыв там долгое время Вернулся по морскому пути Таких, как он, было множество Это были и францисканские миссионеры И купцы, которые занимались коммерцией в Китае И это, кстати, очень сильно подготовило Западное мировоззрение К последующей эпохе Великих графических открытий Когда стало понятно Что вот можно куда-то очень далеко уехать И не только не пропасть насовсем А даже как-то на этом заработать И здесь вот крестовые походы И монгольское время Для европейского сознания Его перехода в такую историю Современного мира, современного общества Сыграло очень большую роль Поэтому в чем-то шелковый путь Это, конечно, во многом история Раздвигания границ То ли иной цивилизации Здесь, конечно, надо всегда помнить Что помимо шелка Который из Китая в этой ситуации попал На запад Также по шелковому пути Например, в Китай пришел буддизм Который именно по этому северному пути Сначала, так сказать, закрепился в Китае Как такая экзотическая религия А потом, во время всякого хаоса раннего средневековья Вполне прижился И сейчас считается одной из трех Исконных китайских религий Хотя, действительно, сначала Пришел вместе с караванами По вот тому самому великому шелковому пути Который, как видите, далеко не только шелковый Рассказывал кандидат исторических наук Ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев Область знаний